Как наладить отношения с ребёнком? Помочь ему адаптироваться в новой школе или детском саду? Что делать, если у малыша проблемы с речью? С этими и другими вопросами десятки мам со всей Карачаевой Черкесии обращаются к специалистам консультационного центра в детском саду «Мамонтёнок». Дочке Альбины Ибзеевой недавно исполнилось пять. И мама решила узнать у психологов, стоит ли отправлять её малышку в школу в следующем учебном году. Она мне очень помогла. Она сказала, что дала рекомендации, чтобы я с ребёнком побольше разговаривала о школе, не пугала школой, чтобы страха не было. Констовары купила вместе с ребёнком, чтобы интерес был. То есть всё-таки решили отдавать в пять лет, да? Ну, пока сказала, посмотрим. До мая месяца может ребёнок, ну, по рекомендациям. Если она будет готова, можно будет отдать. Если нет, так, чтобы мы решили попозже. А пока мама общается с психологом, ребёнок может развлечься в игровой комнате. Если на время консультации родителям негде оставить ребёнка, опытные воспитатели «Мамонтёнка» не дадут им скучать. Тут малыш может сам выбрать себе развлечение. Ведь для этого в игровой есть все условия. Бывает, что деток не с кем оставить. И они приходят, конечно же, со своими детьми. В этот момент прихожу я, забираю деток, и мы тут играем на экране, в песочек. Любая игра дидактическая, ну вот просто по желанию ребёнка, она всегда доступна для их внимания. За три года работы консультационного центра к специалистам с разными проблемами обратилось более 40 тысяч родителей. При этом сотрудники центра стараются помочь детям самого разного возраста – от рождения до 18 лет. Даже дают рекомендации, как успокоить детей перед предстоящей итоговой аттестацией в старших классах. Чаще всего ко мне обращаются с такими проблемами, как помощь подростку при сдаче экзаменов, профессиональное самоопределение, адаптация ребёнка в первом классе, адаптация ребёнка в детском саду. И всё чаще стали обращаться родители, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья. Этим самым мы помогаем родителям изучить проблему изнутри и решить её. К слову, в нынешнем году детский сад «Мамонтёнок» стал победителем проекта поддержка семей, имеющих детей от федерального Минпросвещения. Поэтому успешная работа консультационного центра будет продолжена и в 2022 году.